Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Сарафан ТВ! Прошло два года, как не стало актера Дмитрия Марьянова, но разговоры о нем не утихают до сих пор. Родственники все еще решают вопрос с наследством. Кроме того, была проведена экспертиза, по результатам которой выяснилось, что актера сильно избили перед кончиной. Тяжелее всех было вдове артиста Ксении Бик, который никто не верил и считал виноватой в случившемся. Однако 33-летняя девушка взяла себя в руки и заново начала жить, не обращая внимания на травлю со стороны родственников Марьянова. Ксения утверждает, что сейчас она стала совсем другой, словно феникс переродилась из пепла. Сейчас она уже состоит в отношениях, ее избранником является Сергей Соболев, который находился с ней рядом в тяжелые минуты жизни. Ксения рассказала, что незадолго до кончины Марьянова у них состоялся серьезный разговор. Цитата «Я намного старше тебя, у нас 17-летняя разница. Когда придет время и ты останешься одна, я тебя никогда не прощу, если ты не встанешь на ноги», – заявил как-то Ксении актер Дмитрий Марьянов. По словам Бик, она продолжала бы скрывать отношения с Сергеем, если бы не слова покойного мужа. К слову, о романе Ксении адвокат Виктория Крылова упомянула на пресс-конференции. Тогда женщина заострила внимание на том, что Сергей пишет сообщение негативного характера внебрачному сыну Марьянова – Даниилу. В свою очередь, вдова прокомментировала ситуацию с любовницей Дмитрия, о которой недавно писали в СМИ. Оказывается, Марьянов за полгода до ухода из жизни хотел бросить супругу, так как у него появилась новая женщина. Ксения призналась, что покойному супругу часто приходили сообщения от неизвестных женщин. Марьянов не скрывал, что периодически ему присылали свои обнаженные снимки поклонницы. Ксения не обращала на это внимания, так как была уверена в своем супруге. И, видимо, она сильно удивилась, когда узнала о внебрачном сыне Дмитрия. А как вы считаете, правильно ли они делали, что сохраняли такой брак? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!